Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале! Спасибо, что заглянули! Вчера, когда я ехала на квартиру, на свою, мама там была и попросила купить какие-то вкусные булочки с джемом. Я нашла просто огромного размера, и они были невероятно вкусные, и поэтому я решила снять мукбанг. Мне просто хотелось их покушать, поэтому решила внести некое разнообразие. Я взяла три, их разрезала, потому что они очень большие, и давайте приступим! А еще вчера я сходила в ресторан моей подписчицы, точнее отца моей подписчицы. Скоро выйдет влог, вы все увидите. Возможно, вам со стороны покажется, что это реклама. На самом деле ничего подобного. Меня просто пригласили. Мне было интересно познакомиться с моей подписчицей. Пообщаться, показать вам, попробовать что-то новое. Так как все-таки у меня канал про еду, я подумала, было бы интересно попробовать что-то из китайской кухни. Я на самом деле не очень люблю эксперименты, но в этот раз мне все очень понравилось. Такая атмосфера стоит. Там повар китаец. Очень интересная подача. Ну, я не знаю, наверное, сегодня, или, возможно, завтра, я вам выложу видео, и вы это все увидите. Но было очень вкусно. Там, короче, меню делится на две части. Первая часть это то, что повар готовит и приносит вам. И вторая часть вам приносит сырые ингредиенты, и вы все это варите самостоятельно. Это очень занимательно. Прикольно как-то. Что-то в этот раз совсем мало джема. Вчера, когда покупала маме, было больше. Потом мы с парнем немножко погуляли и вернулись уже домой. Ну, как немножко. До хрена. по бульвару. Я очень люблю гулять по торговой. Знаете почему? На торговой ты можешь встретить разных людей. По какому плане разных? Внешне разных. В той части города, где живу я, люди все выглядят плюс-минус одинаково. Но почему-то каждый раз, когда я иду на торговую. Я вижу девушек с красными волосами. Вся в пирсингах. Вся в татухах. Короче, люблю я гулять по торговой. Просто наблюдать за людьми, кто что делает, кто чем занимается. Просто смотришь, наблюдаешь. В общем, ресторан находится на торговой. И как только я увидела китайский флаг, я сразу поняла, что нам туда. Подписчица моя учится на втором курсе. Такая приятная девушка. Мы вот посидели, поболтали с ней. Она еще была с сестрой. Каждый раз, когда в жизни встречаю своих подписчиков, мне реально настолько приятно, что такие продвинутые, классные девочки меня смотрят. И реально мне хочется повернуться. Тебе реально интересно то, что я говорю в видео. Куча общих тем просто. Вчера еще закончили устанавливать кухню. Уже все готово. Я немного перетащила посуду из дома туда, на свою квартирку. Вчера ложки, вилки, тарелки, которые, как мама говорит, не жалко, так скажем. Уже кухня готова. Поэтому все эти атрибуты нам нужны даже в процессе того, как мы продолжаем там работу. Хочется, например, что-то поесть, выпить чаек. Что касается стиральной машины и холодильника, я решила покупать БУ. Так просто намного дешевле получается. Плюс неплохие стиралки. У нас вот родственница тоже БУ купила. И не прогадала. Нормально работает, без никаких проблем. Просто если все новое покупать, мне очень много денег нужно. Я просто не укладываюсь. Получается, кухня у меня новая. Спальный гарнитур будет новый. Стол, стулья тоже. Хотя я предлагаю взять вот этот стол, на котором сейчас я снимаю мукбанки. Взять его, отвезти туда. Мне даже парень сказал, что я помогу. Давайте отвезем его на квартиру. А сюда для себя я закажу уже большой, такой высокий стол. То есть сейчас у меня здесь стол, потом такая маленькая пластмассовая табуретка, а затем стоит вот эта штука. Сейчас покажу. Вот такая табуретка у меня стоит. Эту табуретку я специально покупала для мукбанков. Я хочу заказать себе уже сразу такой высокий стол, чтобы было удобно. Чтобы я могла время от времени что-то такое появилось на камере. Так вот. Чтобы я могла время от времени перемещать его туда, куда я хочу. Например, сегодня мы снимаем с этим задним планом. Завтра я беру ринг-лайт и свой столик. Например, ставлю где-то на кухне и снимаю с другим задним планом. Представляешь, он мне сказал, что купит мне квартиру, машину, бриллианты и шубу. Нифига себе! Он чего тебе? Нет! Нет! Пиздопол! Короче, я думаю, что так будет идеально. Единственный момент, который меня немного волнует, сколько бы я не меняла задний план, мне кажется, все-таки на мукбанках лучше, когда ничего как бы не отвлекает вас от еды непосредственно. И в этом плане этот задний план подходит просто идеально. Он не отвлекает на себя внимание. Хочется как-то улучшать качество, думать. Поэтому не знаю. Смотрела БУ мебель. По идее, лучше всего взять как раз-таки мебель БУ. А технику, например, новую. Но проблема в том, что эту мебель еще надо перевозить, собирать. То есть я же сама не обладаю каким-то транспортным средством с большим кузовом. Правильно? Поэтому, что я делаю? Мне надо нанимать человека, который спустит эту всю мебель, поместит в машину, привезет сюда. И плюс еще мне нужен мебельщик, который соберет эту мебель у меня дома и разберет там. Это все расходы. И учитывая все плюсы и минусы, я думаю, блин, бог с ним. куплю лучше новое. Вот такие вот дела, такие вот проблемы. короче, дело у меня, ребят, не в проворот. Но мне надо все это закончить максимум за 10 дней. Потому что через 10 дней мне обязательно надо ехать в деревню. У нас там тоже свои планы, свои дела. И дело тут не только в финансовой составляющей. Вот, например, вчера мы клеили обои в коридоре. Этот процесс я вам не показывала, потому что ну, смысл, покажу уже в конце. Когда уже будет все почти готово. Как мы обои туда выбирали, тоже я уже приблизительно знала, что я хочу. одна марка обоев, которая меня устроила на все 100%, я уже покупала просто оттенки этих обоев. Потому что с этими обоями было такое ощущение, что стены просто покрашены. но при этом стены казались ровными, такими, знаете, текстурными. В общем, я замоталась. И когда я закончу весь ремонт, я вот эти кусочки все сохраняю у себя на компьютере. Как, например, я отклеиваю обои, как мы клеим новые обои, как мы выбираем. Я просто хочу сделать отдельный ролик где-то, наверное, на полчаса. Как поэтапно все эти процессы в быстром режиме и с озвучкой. Такая идея у меня имеется. Пишите, пожалуйста, в комментариях, если вам интересен этот формат. Ну что, вкусно. Ничего не скажешь. О, что это? 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 В середине этой недели мы еще с парнем должны поехать в несколько салонов мебели, где мы уже выбрали спальные гарнитуры. Просто хотим посмотреть на это в жизни. И вот если нам понравится, мы уже это тоже закажем. Я, кстати, обязательно засниму вам, покажу. Возможно, вы тоже живете в Баку, и вам полезна эта информация. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую. Пока.